Помните, были времена, когда поисковики была самая прекрасная тема, потом самая прекрасная тема была там бигдейта в нашей истории. Сейчас на самом деле интернет вещей является такой секси-темой, на которой все строят свои планы, свое будущее. И все, чем мы занимаемся сейчас, все здесь присутствующие, это основная история, мы все стыковочная история, это мы стыкуем интернет и экономику. Это по сути интернет вещей. Мы знаем, что буквально лет 15-20 назад основные стоимости находились в нефти, в газе, это было видно по Насдаку, это было видно по всем биржам. Потом основная стоимость приходилась на чистые интернет-активы, то есть прямо вот красиво, все хорошо. Сейчас основные интернет-активы находятся все в плоскости стыковки. Интернет вещей, интернет датчики, машины под управлением наших историй. То есть полная интеграция. И понятно, что за этим ближайшие несколько лет, я не знаю, что будет дальше, знаете, уже хочется задать вопрос, если помните, вот раньше был вопрос, что будет за Фейсбуком, что будет за Яндексом. Сейчас мы получили ответ, что будет интернет вещей, но мы уже говорим примерно год, и понятно, уже хочется начать спрашивать, что будет за интернетом вещей. Но мы пока еще этот рынок не съели, и очень бы хотелось, чтобы на сегодняшней конференции мы бы обсудили этот вопрос, как этот рынок и есть, кому достанутся основные доходы, какие основные будут получатели, кто будет получать основные преференции, и зачем в этой отрасли будущее. Спасибо. Какой у нас следующий план? Спасибо огромное. Удачного форума. Герман Сергеевич, большое спасибо. Я думаю, мы сразу перейдем к пленарному заседанию. С вашего разрешения я сделаю краткую презентацию на эту тему, просто чтобы зарядить дискуссию, и обещаю вас не сильно утомлять слайдами. В первую очередь я хотел бы представить участников нашего пленарного заседания. В первую очередь Герман Сергеевич, советник президента Российской Федерации, Людмила Николаевна Бокова, Совет Федерации, Илья Исович Масух, Фонд информационной демократии, Борис Михайлович Глазков, Ростелеком, Евгений Борисович Кузнецов, Российская венчурная компания, Игорь Богачев, к сожалению, не смог к нам присоединиться, и Сергей Плаготоренко, РАЭК. Так, прошу любить и жаловать. У нас, да, пленарка очень представительная, интересная. Я хотел бы сказать пару слов. В последнее время тема интернет-вещей является крайне популярной, просто для вашего удобства привел некоторую статистику. Эта тема, сколько запросов по разным темам интернет-вещей, постоянно проходит, к примеру, за месяц в сетях, по таким поисковикам, как Google, в Твиттере и так далее. Естественно, то, что лидирует умный дом, но за ним с большой скоростью очень быстро растущий рынок. Это wearables, это новая категория, которая уже, условно говоря, следует за мобильной категорией. Тема умного города, инфраструктура умного города, умный транспорт, такси, ЖКХ и многое другое очень стремительно развивается и крайне востребовано. И, безусловно, промышленный интернет. Переходя к экономическим категориям, о которых сказал Герман Сергеевич, нужно сказать, что именно интернет-вещей и все, что с ним связано, порождает новую экономику, цифровую экономику интернета-вещей. Согласно исследованию McKinsey, это дает значительный прирост производительности труда, состав новых услуг. Безусловно, существуют и важные вещи, связанные, важные проблемы, связанные с совместимостью устройств, благо стандартов достаточно много. Существуют огромные проблемы, связанные с информационной безопасностью, существует целый пласт рисков, предстоит огромная работа по стандартам. Вместе с этим выигрыш чрезвычайно велик. Что это означает для нас? И почему интернет-вещей так важен именно для России? Интернет-вещей позволяет выращивать производительность в труда в 3-5 раз. Нужно сказать, что сейчас определенная практика внедрения IoT в области промышленности, в области бизнеса уже существует. И надо сказать, что наряду с введением новых сервисов, пользователями которых мы все являемся, онлайновых сервисов, заказ такси, карты и многое другое, оплаты услуг ЖКХ. Существуют огромные резервы производительности труда на производстве. И, к примеру, наши уважаемые системные интеграторы очень часто мне рассказывают о запросах клиентов, потому что только, условно говоря, мониторинг того, кто куда поехал, зачем и как используют горючий смазочные материалы, означает колоссальный прирост эффективности. Необходимо сказать, что трансформация в эпоху интернет-вещей, и нужно сказать, что в этом смысле мне очень помогли наши партнеры из Jason и Partners, это ведущее российское аналитическое агентство, они обратили внимание на следующие вещи. Меняется, на самом деле, не только, условно говоря, внедрение цифры в вещи. Происходит одновременно ряд тектонических сдвигов. С одной стороны, меняются процессы создания добавленной стоимости. Второй очень важный момент – это то, что меняет сама сущность продукта, возникает его программная определяемость. То есть, наверное, с чип-тюнингом в автомобилях все уже знакомы, но я думаю, что это ничто по сравнению с тем, с той возможностью модификации, которая нам предстоит, условно говоря, в случае электрокаров и многого другого. И третье – меняется модель использования. Нужно сказать, что это происходит уже сейчас, что если раньше, условно говоря, собственность священна, и все фокусировались на том, что имеют, то сейчас доступ уже является новой формой владения, и растущее большинство осознает этот фактор. Высокая динамика по всем индустриям. Естественно, то, что раньше цифры в 2, в 3, в 10 раз легко достигались, потому что все росли с нуля. Но тренд очень устойчивый. То есть это означает достаточно большой рост, потому что рост идет совсем не с нуля. Здесь приведены графики как по безопасности, так и по транспорту. Цифры, условно говоря, где-то в полтора-два с половиной раза. В финансах и торговле очень большой рост, очень большой спрос. Нужно сказать, что финансовый и торговый сегмент в этом отношении является, наверное, самым гибким с точки зрения адаптации новых решений. Ритейл, в том числе банковский ритейл, является очень гибким с точки зрения определения бизнес-процессов и сразу принимает все инновации. Ну и, наконец, услуги ЖКХ, с которыми мы все с вами сталкиваемся. Наконец, важным фактором проникновения интернета вещей является телематика МТОМ и его проникновение в нашу жизнь. Нужно сказать, что с этим у нас есть еще что сделать. То есть у нас удельное проникновение телематики в нашу жизнь еще достаточно далеко от ведущих показателей ведущих стран. И здесь таится огромный, условно говоря, задел как по эффективности, условно говоря, так и по новым услугам. В силу этого мы хотели бы вынести на дискуссию в пленарном заседании три ключевых вопроса. Первый вопрос — это актуальность интернета вещей и новых цифровых сервисов, новой цифровой экономики для нас с вами. Второе — это угрозы и барьеры, которые нам предстоит превозмочь. И третий — это сценарии и приоритеты, которым мы, скорее всего, будем следовать. Зная то, что Герману Сергеевичу нужно торопиться, я попросил бы его, наверное, сразу ответить на все три. Тем более то, что ваш интернет плюс, он на все эти три и отвечает. Ну, собственно говоря, в нашей концепции понятно, что актуальность, я даже не знаю, знаете, как вы-то помните такой анекдот про Сталина, есть «да-да-да-нет», да? То есть, в принципе, можно сказать три раза «да-да», например. Да, есть так точно. Понятно, что с точки зрения, как я ее вижу, так как я одновременно еще представитель Совета института развития интернета, мы все-таки стоим на границе интеграции с отраслями, и отрасли делятся все, то есть у нас нет универсального подхода, к сожалению. Если бы все были одинаковые, было бы здорово, да? У нас есть разные типы отраслей, например, есть финансы и медиа. Вот вчера здесь проходил здесь же форум «Интернет плюс финансы», и когда разговариваешь с банкирами, ощущение, что ты просто получаешь колоссальное удовольствие. То есть, они тебя понимают, ты их понимаешь, они, конечно, живопырки, но, тем не менее, в самой банковской отрасли уровень проникновения наших технологий настолько высок, что если вы зайдете, например, в крупнейший какой-нибудь крупный интернет-магазин, не будем называть там с целью предотвращения рекламы, да, не знаю, у нас же нет там, да? Вот, или зайдете в банк, вы принципиально не отличите, на самом деле, офис, это будут сидеть 200-300 человек в открытом опен-офис, там будут нормально разговаривать, такие же программисты, все одинаково, и у нас абсолютно совпадающая история взаимоотношений. Когда мы начинаем интегрироваться и привносить наши технологии, интернет-вещей, по большому счету, это привнесение наших технологий, ну, в другие отрасли, да, например, изображен пример сельского хозяйства, это очень здорово, сельское хозяйство это прекрасно, есть точечное земледеление, мы знаем все вот эти все истории, но понятно, что в нашем сельском хозяйстве на текущий момент, несмотря на то, что у нас прекрасные показатели по выращиванию зерна и экспорту, там, допустим, пшеничных культур, тем не менее, попытки интегрироваться в картофельное, например, производство, да, как с интернета, я пока даже не знаю, куда придумать, да, это на уровне такого, знаете, легкого фэнтези, ну, вот, с закосом средневековья. Наверное, что-то можно сделать, но пока не очень понятно. Посредине остаются отрасли, ну, например, строительства, да, когда мы пытаемся туда интегрироваться, большие проблемы, то есть, средние отрасли, они консервативны. То есть, вот есть легкие, это медиа, финансы, а есть отрасли сложные, куда в силу либо исторического лицензирования, либо социальных каких-то обязательств, либо за каких-то идеологических сложностей, то есть, мы сталкиваемся не с привычными нами, то есть, мы, как отрасль интернетовская, мы привыкли, ну, без особо сильных таких барьеров работать. Но когда мы входим, например, в медицину, в строительство или в образование, мы везде натыкаемся на разного уровня барьеры. И здесь, безусловно, вот я, например, лично из трех вариантов образования, строительства и медицины выбрал медицину, да, почему, потому что, когда мы коммуницируем с какой-то отраслью, если мы говорим сейчас с точки зрения, там, государственных коммуникаций, например, образование, это, конечно, идеологическая система, там очень сложно что-то вмешиваться, потому что там же стоит воспитание гражданина, и там, безусловно, когда вы разговариваете с чиновниками, о попытке внедрения чего-либо нашего, там, интернет-технологии, там, хотя бы в доске, или еще куда-то в образовании дистанционной, там, конечно, очень много идеологии. С идеологией мы спорить не умеем, а вот в медицине, например, есть KPI, там есть понятие смертности, там заболеваемость, она очень измеримая, и поэтому наши технологии там годятся, но при этом надо понимать, что на стороне, которая с нами общается, есть свое представление об интернете. А, допустим, у тех же медиков, они же тоже занимаются большими данными, они тоже занимаются какими-то разнообразными аналитиками, но делают это не как в банках, где, ну, в общем-то, вынуждены работать именно на данные большие, а такой, знаете, как бы карго-культ. И поэтому, например, когда я разговариваю с айтишниками от медицины, мне, например, всегда грустно становится, да, то есть нам как-то приходится находить свои точки соприкосновения, и поэтому, если говорить о препятствиях в коммуникации, то препятствия в коммуникациях – это в первую очередь либо привычки отраслей, либо косность. И если на уровне коммуникации, я повторюсь, там, с финансами, с медиа, у нас все достаточно прекрасно, у нас есть просто тонкие расхождения, то на уровне, чем ниже опускаемся и дальше отрасли от интернета, тем, конечно, нам сложнее коммуницировать, потому что нам нужны штрихбрейхеры от этих отраслей, чтобы понимать, когда переходники нужны. Их достаточно мало, потому что все предпочитают держаться за свои какие-то устои. Но вот именно косность и основные затраты даже, то есть мы знаем массу прекрасных примеров, которые могли бы в этих отраслях что-то развить, но мы понимаем, что сама индустрия с той стороны ревниво относится к нашим приходам. Это примерно напоминает историю, когда, если кто-то помнит, когда происходило внедрение АСУ, бухгалтерских программ, и бухгалтера сопротивлялись, они говорили, а вот вы нас оставите без работы, да, когда счеты менялись на компьютеры. Примерно интернет вещей в некотором роде это замена счет на компьютеры. И понятно, что мы сталкиваемся, и там же сидят такие же бухгалтера, которые, это могут быть медики, это могут быть директора образовательных учреждений, которые считают, что мы с предназначением технологий, наоборот, то есть уберем их рабочие места. И апеллируют, кстати, вот как раз к вашим высказываниям о росте производительности труда. При этом единственный довод, который мне удается им привести, когда в разговорах, что вот бухгалтеров было мало, когда они на счетах считали, да, а на самом деле их сейчас, по сравнению с тем, как были в прошлые времена, стало больше, потому что поменялся фронт работы. И, безусловно, в этом направлении, то есть тема абсолютно актуальная, но уровень сопротивления и по каждой отрасли он разный. Их можно поретинговать, но вот наверху финансы, внизу сельское хозяйство, посредине что-то среднее. — Вы упомянули, очень интересно, образование, как идеологическую, условно говоря, как бы такую идеологизированную отрасль. В этом смысле… — Ну, я условно, я имею в виду, что… — Понимаю. — Там просто говорят, когда вы смотрите в глаза человеку, вот он смотрит, у нас там как чиновник из образования, у меня профессионал больше по образованию, я понимаю, что, возможно, я что-то задеваю, но вот я смотрю, а мне говорят, вы понимаете, что на вас лежит ответственность, вот вы вносите технологии за будущее наших детей. Я сейчас говорю, не знаю, что в этом случае, отвечать, наверное, ну вас приглашать только, такие приговоры надо, то есть, но это довод, который для меня, я же технарь от мозга до гостей, и вот технарь ответственности за будущее я не понимаю, да, я могу как-то понять, что, например, вот если там кардиограмма как-то будет работать, человек выживет, это я понимаю, да, или распознать на флюорограмме, там, патологию, это я тоже понимаю, да, но ответственность за будущее детей для меня весьма такая сложно сочиненная история, И нам, конечно, тут нужны переговорщики, которые хотя бы стоят на нашей стороне. — Людмила Николаевна, вы помимо того, что сенатор, вы еще и, в общем-то, как педагог со стажем, когда мы с вами обсуждали вот эту дискуссию, мне безумно просто понравилась вот эта вот идея по поводу формирования идентичности в новых вот таких условиях. Прокомментируйте, пожалуйста. — Я, собственно говоря, сначала отвечу Герману Сергеевичу. Будущее наших детей — это ваша благополучная старость, Герман Сергеевич. — Вот-вот-вот, прагматично. — И еще при этом вот так же на меня смотрят, да, а я говорю, вы знаете, вот, а я не знаю, что отвечать. Вот подскажите, что отвечать. Я же... Нет, я на все согласен, я просто не знаю, как дальше продолжать диалог. Вот когда меня смотрят, говорят, Герман Сергеевич, это не только наше будущее, это еще ваша старость. Ну, вот что отвечать? А я просто хочу продать там какие-то новые технологии. Я больше ничего не хочу, понимаете? — На самом деле, действительно, тема, которую мы обсуждаем, она на самом деле достаточно важна, интересна, и заниматься этой темой действительно нужно. Недавно у нас состоялся действительно очень серьезный форум под эгидой Автодора, где они также изучали тему интернет-вещей, интеллектуальных информационных технологий. Это, на самом деле, достаточно такая серьезная проблематика, потому что в законодательстве у нас не прописано, что такое интеллектуальная информационная система. До сегодняшнего дня, хотя у нас было поручение президента нашей страны еще в 2010 году создать информационную инфраструктуру, пока мы, собственно говоря, доедаем, так сказать, пережитки прошлого. Но мы надеемся на Германа Сергеевича, о том, что он сдвинет и решит эти возможные проблемы. У нас появится в законодательстве, в том числе и с нашей поддержкой, определение понятия. Мы планируем к 2018 году вообще подойти к этому понятию, разработать его и реализовать в законодательстве. На самом деле, эта тема актуальна. Почему? Если мы посчитаем с вами, то в любых этих системах, конечно, это главная информация. Мы работаем с информацией, и она играет очень серьезную, весомую ценность, значимость, в том числе и по экономическим параметрам, в том числе и с точки зрения информационной безопасности. То есть все завязано как раз на ней. Если мы с вами навскидку посчитаем количество информационных потоков, которые сегодня обрабатывают информационные системы, то приблизительно к 2018 году каждые 73 дня эта информация будет удваиваться. Чем это опасно и чем это, собственно говоря, чеват в последствиях? Исходя из того, что у нас не распределенная сегодня адекватная, нет распределенной адекватной системы хранения, обработки и передачи персональных данных, мы с вами прекрасно понимаем, что основная их масса происходит не в зоне территории нашей страны, но мы пытаемся с помощью в том числе законодательства перенести это на территорию нашей страны, для того чтобы обеспечить безопасность и защиту персональных данных наших граждан. Соответственно, этот процесс идет, но он пока находится в развитии. Это тоже зона угрозы или барьера, или риска, который действительно есть. Ну и возвращаясь, собственно говоря, к образованию, конечно, сегодня тренд на онлайн-ресурсы, онлайн-образование, безусловно, есть. Потребность его, в том числе и экономическая, существует. Если мы возьмем российский рынок онлайн-ресурсов, то приблизительно с 2014 года он отмечает 16-процентный рост, а в целом по экономике он насчитывает порядка 9 миллиардов рублей. Если взять по составляющей, то приблизительно 50 крупных компаний, российских крупных компаний уже сегодня в полноценно реализуют онлайн-обучение, куда прикреплены многие десятки людей, тысячи людей, и самый, наверное, большой ресурс – это Ленголео, у которого 6 тысяч подписчиков. Но по качеству эти ресурсы, конечно же, не удовлетворяют ту потребность образования, которое у нас присутствует. То есть этот сегмент находится в области неформального образования на сегодняшний день. Поэтому задача государства, как это неформальное образование, которое выросло и оно вставляет, придумать государственные механизмы использования то, что создано у нас коммерческим сектором, использовать уже на благо самой системы образования. Но это задача, которую нужно, собственно говоря, решать. Кроме того, то, что касается, почему этим нужно заниматься, действительно, наша старая система образования, которая сейчас работает, она создана в эпоху промышленности и использует, собственно говоря, лучшие традиции эпохи просвещения. А у нас уже на пороге 21 век. И, соответственно, информационное общество, нужно дать, собственно говоря, ответы на экономические вопросы и, соответственно, как Андрей сказал, культурные вопросы. То есть каким образом вот то неформальное образование, которое у нас выросло и уже доминирует, собственно говоря, в полноценном формате, сделать, соответственно, формальным и извлекать из него пользу для общества. Ну, экономический вопрос один. У нас, у каждого, наверное, родителя сегодня возникает вопрос, а достаточно ли знаний получает мой ребенок в современной школе? Есть у нас ответ на это? Наверное, пока нет. Да, вот эти сомнения есть, поэтому мы стараемся уйти опять в область неформального образования, найти репетиторов, найти какие-то дополнительные возможности для обучения. И это та потребность, которая есть. Ну и второй ответ, который должно дать современное образование, опять же, используя информационные и интеллектуальные технологии, это дать ответ на то, чтобы каким образом ребенок может воспринимать культурные традиции, да еще передавать эти традиции другому поколению. И здесь мы как раз говорим о том, что если мы дальше будем продолжать двигаться в области создания неформального образования, наверное, мы это никогда не научим, не достигнем. И вопрос о идентичности в эпоху информационных технологий является одним из таких насущных, и на него тоже нужно, собственно говоря, давать ответ. То есть информационная технология, информационная среда должна быть таким образом построена, чтобы она отвечала возможности обратной связи, потому что ребенку это необходимо, и передавала ему культурные ценности, училась им культурным ценностям, и он мог дальше передавать их с поколения в поколение, чтобы не было такой индивидуализации уж слишком объективной, которая закрывает его, не идентифицирует, и он не понимает, кто он и что он в этом культурном пространстве представляет. Это, конечно, серьезная задача, но этим тоже нужно заниматься, оценивать в том числе и конъюнктуру рынка. Мы ведем такие исследования, собственно говоря, с помощью наших представителей высшей школы, и пытаемся дать ответы на те насущные вопросы, которые у нас на сегодняшний день возникают. Я думаю, что если будет такой англомерат представителей информационной отрасли и представителей обычных педагогов, я думаю, что на этот вопрос многие ответы мы можем, собственно говоря, дать совместно. Мне кажется, что именно на образовании, именно на детях, мы очень четко видим, что одно и то же средство может быть, условно говоря, ядом, и, может быть, лекарством. И вот поскольку новая виртуальная среда меняет, условно говоря, формат социального поведения, вообще как таковой социализации, и определенным образом проецируется на формирование идентичности, условно говоря, человека, в некоторых случаях функции терпит разрыв, да, то есть, собственно говоря, возникает разрыв между поколениями, да, вот этот вот разрыв отца и дети возникает очень-очень быстро, да, вот в эту сторону, как это самое, как бы нам сделать правильные усилия в эту сторону, таким образом, чтобы родители не отставали от детей с точки зрения цифрового мира? Ну, на самом деле и учителя во многом, да, отстают от цифровых детей, да, которые приходят в школы, и, соответственно, если мы учителей не будем вооружать новыми современными технологиями, обучать их правильно использовать в учебной деятельности, то разрыв этот будет, соответственно, еще больше увеличиваться. Но для нас-то еще другое главное в условиях открытости нашего общества, да, а мы открыты благодаря тому, что мы можем свободно использовать систему интернет, социальные сети и так далее, это крайне усиливает такое направление, как воспитание. Чем больше мы в открытом зоне находимся, тем сильнее должно быть и крепче наше воспитание, потому что понятно, что все остается в интернете, ничего не исчезает, и какая модель была поведения, собственно говоря, выбрана ребенком, да, соответственно, это потом закладывается его в будущем. То есть поэтому будут судить по его перспективе, по его поведенческой какой-то реакции, мотивации. Поэтому это очень серьезный вопрос, и мы действительно не случайно с Министерством образования Российской Федерации науки три года назад начали достаточно серьезный проект под названием «Единый урок информационной безопасности для наших школьников». Проводим его традиционно 27 октября в этом году, точно так же совместно с отраслью, которая помогает это реализовывать, учим элементарным навыкам безопасного поведения. Точно так же, как мы моем руки перед едой, чтобы безопасить свой организм от вируса, точно так же, садясь за компьютер, ребенок должен знать костяб элементарные навыки безопасного поведения, Я задам вопрос Илье Исовичу Мусуху. И даже, наверное, это будет один вопрос в двух частях. Скажем так, наверное, у этой монеты будет две стороны. Поскольку фонд информационной демократии, то, наверное, это про информационную демократию. А оборотной стороной, наверное, про суверенитет. Потому что мне кажется, что это вещи неразрывно связаны между собой. То есть, что нам дает, какие возможности, какие ограничения, где баланс? Спасибо, Андрей. Рад приветствовать всех. Но я, на самом деле, отвечу на ваши вопросы. Вначале продолжу дискуссию по поводу образования и айтишников, которую начал Герман Сергеевич и Людмила Николаевна. Я тоже айтишник. Ну и тоже многодетный там отец, и у меня есть дети. И вот у меня тоже такое сознание есть, что свою старость я буду обеспечивать сам. Но вместе с тем дети учатся в школе, и хочу, чтобы не попасть в эту ситуацию. А вдруг все-таки они. И поэтому пусть школа продолжает воспитывать нормальных детей. И в этой связи, на самом деле, внедрение новых технологий, они у нас внедрялись в последнее время так ускоренными темпами в жизнь. Появились компьютеры, интернет, потом носимые гаджеты. Это все меняло восприятие, как восприятие мира, и так и увеличило количество информации, которую обрабатывает человек, ребенок. И в этой связи вопрос приземления, вопрос суверенитета, ну вот этого пространства, он на самом деле становится актуальным. Я в Фейсбуке, ну последний месяц, столько видел воплей, что вдруг обновляется Apple до 10-й версии, и вот полтора часа он обновлялся, и ничего дальше не работает, и вообще не знаю, как дальше жить. То же самое там происходит с Windows, там тоже вдруг начинает обновляться. На самом деле это мы допустили сами, потому что эти компании, они сами берут, принимают решения и начинают вас обновлять. Пока не происходит ничего такого критичного, да, хотя инфраструктура, вот если переходить к интернет-вещам, то инфраструктура Apple, она уже так близко подходит к нашему дому, потому что у вас там компьютер, носимый гаджет, часы, браслет, дома телевизор вообще может быть, там медиа-центр, и это все управляется, ну вдруг говорят, ну давайте обновим. Так как пишут программы, ну все хорошо, но иногда не очень, поэтому иногда что-то выключается. Вот, да, я специально упоминаю несколько компаний, да, там можно брать вот Samsung, да, который там вдруг у меня на телевизоре обновил какие-то эти каналы, которые я не смог, там, у меня они как-то были распределены, появились новые, удалились старые, там, а я нажал всего лишь одну кнопку, когда покупал телевизор, согласился, что пусть обновляет. Так вот, ну, во-первых, надо обеспечивать суверенитет, да, ну, наверное, да, потому что если в интернет-пространстве там у нас кое-как есть этот суверенитет, там есть доменное пространство, есть как-то регулирование, то вот в пространстве интернет-вещей его пока нет, а это, в общем, такой же значимый… Я бы хотел заметить, что здесь на конференции присутствует Сергей Рыжиков, и он утверждает, что интернет-вещей нет. Вот он сейчас пишет, да, то есть вот… Да, нету. …смотрит, да. Но я имею в виду, что нас очень мало, я имею в виду, ну, то есть импортозамещение, но я просто в качестве, знаешь, как бы онлайна, то есть такой встречи, вот, ну, извини, я просто… А он говорит, что есть. Нет, он говорит, что нет. А? Вообще нет. Он говорит, что нету, да, что… А интернет-вещей есть? А интернет-вещей есть, не знаю, то есть надо у Сергея спросить, то есть. Ну, интернет-вещей – это термин, поэтому там как-то устоявшийся, да, ну, с другой стороны, вещи действительно между собой общаются, и мы это знаем просто на примерах, там, да, бытовой жизни. Вот, то же самое происходит с промышленностью и с отраслями экономики, вот, например, Герман Сергеевич приводил пример по медицине, ну, все цифровые приборы, там, какие-нибудь томографы, они все управляются от вендоров, да, они также получают обновления от своего, там, прародителя, там, где-то Siemens, где-то Toshiba, где-то какой-то еще, там, прибор GE, там, вот, и это обновление проходит без всякого, там, ну, такого, какого-то серьезного согласия пользователя прибора. Ну, соответственно, это требует регулирования. Мне кажется, что, ну, учитывая размеры страны и такой, ну, достаточно серьезный потенциал вот этого рынка интернет-вещей, ну, необходимо это как-то приземлять на территории России, безусловно, вендор должен, ну, он, так как он разработал какой-то продукт, он, безусловно, несет какую-то ответственность, вот, и это не исключает его влияние на эти обновления, но они должны быть как-то согласованы. Вот, это первое, да, там, по суверенитету. Какой ты там второй вопрос задал, Андрей? Суверенитет был как раз вторым, а первым была демократия. А, по демократии. Не, ну, да, демократия – это хорошо. На самом деле, сам факт, ну, такого массового проникновения устройств, нерегулированных, это тоже, как бы, элемент демократии. И абсолютное, там, пользование ими, в том числе, и для хозяйственной деятельности, управления государством. Ну, в общем, тут никаких, наверное, препонов не будет. С точки зрения, ну, интернет-вещей, ну, наверное, когда-то мы будем, там, вот у нас выборы прошли на прошлой неделе, ну, то есть в воскресенье. Вот, там уже какие-то вещи, интернет применялись, да, но, наверное, в какой-то момент, в ближайшее будущее, там, опять же, там, такой период до десяти лет, мы увидим, там, больше устройств на избирательных участках, наверное, может быть, и будут устройства, с помощью которых люди смогут вылезли, не ходя на избирательный участок. И это все связано, наверное, как раз вот с этой новой парадигмой интернета и интернет-вещей, потому что, ну, как еще соединяться? Такая сеть, которая опутала нас, и мы в ней живем, и, ну, в общем, если полезно пользоваться, то она будет приносить пользу. Спасибо огромное. Ну, я все-таки шагну обратно к суверенитету, да, благо тема такая животрепещущая. Некоторое время назад были публикации по поводу того, что Верховный суд Соединенных Штатов Америки принял какое-то, условно говоря, знаковое решение о том, что, в общем-то, наблюдать за всем, как бы, ну, помимо территории Соединенных Штатов, за всеми этими вещами, это, в общем, разрешено, да, то есть он фактически санкционировал шпионаж. В некоторых вещах, наверное, это даже не проблема, да, то есть вот я так примеряюсь, условно говоря, что бы значило для меня лично, наверное, даже ничего, да, но в определенных сферах я думаю, что это важно, и начиная, к примеру, там, со сферы, к примеру, того же транспорта, там, безопасности и так далее, как-то не совсем хорошо, если будут заглядывать, да, поэтому, наверное, вот этот вот суверенитет, он тоже такой, ну, когда дело идет о телевизорах, да, вот, или там о личном применении, это одно, да, а когда это система обеспечения, там, жизнедеятельности города, это несколько другое, и вот, наверное, здесь даже, даже по большому счету четкой грани нет. Вот. Как мы действуем в этом направлении? Какой, как это, что мы будем делать в этом отношении с точки зрения обеспечения цифрового суверенитета? Нет, я считаю, что, на самом деле, большой разницы нет между промышленностью и личной жизнью, и то, и другое должно быть регулировано, просто по промышленности у вас такие примеры, ну, как бы, звучные, взяли, отключили завод, там, или там, что-нибудь такое. На самом деле, жизнь конечного человека так же важна, как и этот завод. Вот. Вот. Поэтому, ну, то, что там, ну, американцы пытаются сделать трансграничным свое судебное применение, ну, это все уже высказали, что это неправильно, да, но они там, наверное, не сильно слушают этого. Вот. Ну, наверное, когда-то там будет принято, что так делать нельзя. Пока это там никто не, там, не в ООНе, ну, там сейчас генассамблея проходит, там, что-то обсуждают, климат я посмотрел сегодня с утра. Мне кажется, важнее там обсуждать, ну, такие более насущные вещи. Вот. Поэтому использование вот каких-то там систем слежения, она, ну, наверное, не сильно допустима, как с точки зрения заводов, там, промышленность, так и людей. Я хочу вот пример привести тогда уж про, ну, хороший, на самом деле, такой проект. В Москве установили видеокамеры в подъездах и там в домах, во дворах. Ну, они хорошо работают. Но вот вы знаете, что подключиться к ним может вообще-то любой человек, зарегистрировавшись на портале госуслуг, и идти смотреть камеру любого подъезда. Это не возбравняется. Вот. Ну, представьте себе, как злоумышленник, может этим воспользоваться. Так что, ну, всегда надо соизмерять там открытость какую-то, да, с последующим применением. — Борис, я прошу прощения, как это, вам достается, наверное, в этом отношении целых два тоже опять вопроса, потому что, ну, во-первых, вы лидируете тему промышленного интернета, но при этом вы еще занимаетесь интернет плюс город. И мне кажется то, что да, я совершенно согласен с Ильей Исовичем, что темы на самом деле близки. Вот. Как и что делается? Где вы видите возможности риски? — То, что мы тут что-то лидируем, это, конечно, очень громко сказано, как скромные труженики электрической связи. Пытаемся помочь, сделать жизнь лучше гражданам. Я просто, знаете, занял вопрос, есть интернет-вещей, нет интернет-вещей. Хороший вопрос. Можно, наверное, долго еще несколько форумов провести только на эту тему. Мне кажется, тут такая философская планка, вот, задали. Я предлагаю немножко спуститься. Вот, смотрите, есть интернет-вещей или нет интернет-вещей, большому счету не так уж важно. Есть очевидные вещи, да, то, что подключений становится больше к сетям разного рода, да, то, что информация от этих вещей и не вещей людей становится еще больше. Вот Людмила Николаевна сказала, что, вероятно, да, через какое-то время, каждые 73 дня будет количество информации удваиваться. Что это означает? Для меня вот два основных вопроса здесь есть. Я сначала по философству, потом ближе к практике, да. Вопрос первый. Вот это гигантское количество информации, что с ним делать? Дело даже не в том, чтобы надо техническую капельность обеспечить, чтобы ее хранить. Ну, там, справимся, да, закон Яровой нам в помощь, там, научимся, значит, исполнять законодательство, будем хранить. Но у нас вообще-то, насколько мне известно, может, я заблуждаюсь как раз с вопросом к нашим законодателям в том числе, у нас, по-моему, правового статуса информации нету. Есть? Да? Есть. Ну, хорошо, а то просто ее так много, что правового статуса должен быть обязательно. Иначе, с чем мы имем дело, да? Потом, дальше, следующий, тогда под вопрос уже, ну, такой, риторический скорее, да. Вот есть персональные данные, там, медицинские данные, да, а вот промышленных данных нет, категории. Мы что защищать собираемся, чтобы завод там отключат, включит, там, да, а мы, как бы, объект защиты-то какой выбираем? Ну, завод, понятно, но мы же информацию пытаемся защищать, которая с него куда-то утекает. Давайте определимся, что это за информация, так, а как ее защищать? Это еще, там, кусочек. Ну, и смежный с этим блок, да, про информацию, да, вот, который много-много, ну, ее очень-очень много, чтобы получить ценности, заработать на этом самом интернете вещей, нужно из этой информации научиться извлекать знания. Ну, серьезно, да, информации много, а знаний, может быть, там мало, может быть, практически никаких знаний, да, чтобы чем-то эффективно управлять, нужно из огромного массива информации извлекать знания. Как это сделать для конечного человека, у которого свои цели и задачи? Тут очень актуальный вопрос, который сейчас хорошо, что начинает обсуждаться, да, что вообще-то нужно строить, там, целые онтологические модели, которые сходят из целей того, кто собирается пользу извлечь, да, из субъекта, там, не знаю, в промышленности, в транспорте, в энергетике, потому что иначе с этим массивом информации непонятно, что делать. То есть пока вы смысл не задали, с помощью которого вы хотите обработать эту информацию, вы толку не получите никакого. Мало это обсуждается, хотелось просто так немножко приподнять эти вопросы, да. Ну, и теперь уже, наверное, переходя, как Андрей спросил, там, что мы там делаем, где мы там лидируем, да, ну, я чуть, там, более в предкладную плоскость, да, ну, во-первых, прошлый год был годом таких разговоров, обсуждения, что же там такое интернет-вещи, там, индустриальный, там, интернет, а чем отличаются, ну, много говорили, встречались, обсуждали, там, пытались понятие какие-то общие смыслы. Мне кажется, что время там закончилось, ну, заканчивается, это хорошо, потому что пришло время уже каких-то практических проектов и пилотов. Ну, то есть сколько же можно говорить, надо что-то делать, да. Вот, и это означает, что, во-первых, там, мы в прошлом году и в этом году написали кучу всяких дорожных карт, это здорово, да, но дорожная карта дорожными картами, вообще-то нужно уже там это дело постепенно заканчивать и постепенно переводить эти вот написательства на какую-то системную основу взаимодействия с государством. Как раз вот, так сказать, интернет-плюс нам очень сильно в помощь здесь, это очень здорово, что само такое движение, сама эта концепция существует, это позволяет нам все эти дорожные карты упаковывать в конкретные задачи для органов власти, да, это с одной стороны. С другой стороны, так сказать, все теоретические обсуждения, что же такое интернет-вещи, должны перейти в плоскость проб и ошибок, да, мы должны научиться все, и там, и заказчики, и потребители, и, значит, поставщики решений, научиться быстро экспериментировать, потому что будет много ошибок, нужно быстро с ними справляться, нельзя там писать длинные концепции, потом долго их реализовывать. Все меняется так быстро, что нужно очень быстро пробовать и не бояться ошибок. Это, кстати, огромный вызов для наших крупных промышленных предприятий и для крупных поставщиков, как, например, Ростелеком, но не исключительно, это не единственный пример, да, потому что нам, как крупная компания, чтобы научиться что-то сделать полезное для другой крупной компании, нужно, ну, как раньше, мы делали большие инвестпроекты на много лет, занимались чем-то, а теперь нужно просто научиться принимать риски и пробовать много-много и быстро-быстро, и отказываться от неудачных путей. Это вызов для крупных организаций, и для поставщиков, и для потребителей. Нам пришлось создавать специальную дирекцию по индустриальному интернету, мы ее сделали успешно, она уже начинает работу, именно чтобы создать для нее такие рамки работы в рамках крупной корпорации, чтобы им было комфортно, и они могли, значит, управлять ресурсами по-другому, иначе это не полетит, все очень долго приходится. Ну и, наверное, ближе к заключению уже, да, комплекс вопросов, там, нормотворческих, информационной безопасности, управления знаниями, да, он же носит такой кроссотраслевой характер, на самом деле. Везде, там, скажем, интернет плюс что-то, да, промышленность, энергетика, транспорт, везде существует некий кроссотраслевой стык. И есть вопросы общие, там, защита информации, там, вычислительных мощностей и так далее. А есть вопросы узкоотраслевые, да, именно как в энергетике это работает, именно как это работает в промышленности, а что защищать, что не защищать и так далее. Но чтобы какую-то общую площадку, основу такую задать для обсуждения и для диалога, в том числе, с государственными органами, мы там с лабораторией Касперского создали ассоциацию соответствующую, значит, участников рынка промышленного интернета. Мы считаем, что такой институт, он поможет двинуться вперед, так более системно, вот, и сконцентрировать там фокус и им управлять. Это, наверное, из практических действий. Ну, Андрей, какие-то вопросы, да, давайте, если, может, что-то не светил. Мне вот интересно по поводу дирекции, да, вот, какие первые будут шаги в такие практические дирекции, да? Да, ну, директора, значит, мы это уже сделали. Все, мы это уже сделали, да. Нашли директора. Нет, это дирекция для Ростелекома, это инструмент для реализации проектов и для зарабатывания денег, все это про бизнес, то есть это не про концепции. Это жесткая прикладная деятельность, которая отличается от большинства нашей другой деятельности тем, что она готова принимать риски и признавать ошибки. Ну, то есть мы делаем более гибкую систему управления, да. И задача там понятная, запустить там до конца года, ну, там, по-моему, в портфеле, там, 5 или 6 пилотных проектов, да, вот, в различных отраслях. Вот задача. Причем мы, ну, если уж там про экономику, да, не хочется сильно там Ростелеком выпячивать, но мы приняли то, что мы готовы на первый год там даже экспериментировать с учетом собственных средств с заказчиками, потому что мы понимаем, что не все готовы, так сказать, да, принимать риски. Мы готовы там потихонечку, по чуть-чуть пробовать. Потом, конечно, мы рассчитываем на какие-то уже нормальные бизнес-модели. То есть это такая, ну, бизнес-лаборатория, я не знаю, как это назвать, R&D, бизнес-R&D, да. Это просто специальная вертикаль с опорой над дочерним обществом, которое занимается этим проектом. И мы понимаем, что она отдельно, она вот обособлена в том числе финансово. Вот что-то такое дирекция. Спасибо большое, Борис. Я должен сказать то, что вот несколько тейсов, которые вот я услышал, да, которые срезонировали у меня, то, что очень часто ругаются на вот большое количество этих планов, там, дорожных карт и тому подобное. Центры там, компетенции и многое-многое другое. Но по сути, по большому счету, это работает. То есть на выходе, в принципе, все эти усилия, они дают абсолютно четкий результат. При этом, мне кажется, то, что еще вторая мысль, которая вот у Бориса четко прозвучала, и мне она очень понравилась, то, что программа «Интернет плюс», она в отношении очень хорошо структурирует общую деятельность, потому что она подчеркивает ключевые направления, по которым мы идем. И за счет того, что мы можем, условно говоря, ключевые игроки этого рынка, включая уважаемый Ростелеком, берут на себя, условно говоря, берут рычаг и действуют в этом направлении, это, ну, Ростелеком имеет такую мощь, да, и такую силу, что автоматически вокруг него складывается экосистема. В части экосистемы я хотел спросить Евгения Кузнецова, потому что РВК построил вокруг себя очень сильную экосистему инноваций, и нужно сказать, ну, как бы, я, поскольку, как бы, видел это, наблюдал это на протяжении длительного времени, нужно сказать, что, к примеру, там, программы типа Generation S, и те люди, которые окружают РВК с точки зрения, там, подготовки бизнес-кейсов, все эти инноваторы, радикальный сдвиг, там, за последние где-то примерно пять лет, просто очень значимый, да, как РВК играет в интернет вещей, и ваше видение? Спасибо большое. Вот, как было справедливо уже замечено раньше, интернет вещей термин не самый, может быть, удачный, он сейчас трансформируется в мире, хотя в статистике везде оценки, там, по интернету существуют, но речь все больше идет об отраслевых приложениях интернета, то есть это интернет медицины, интернет в энергетике, в промышленности и так далее. И фактически мы говорим о новой стадии вот этой диджитал-революции. Первая нам известна, понятна, компьютеризация нашей жизни, интернет, сети, коммуникации, а вторая — это практически полностью замена технологического пакета в основных индустриях. Вот сейчас речь идет именно об этом. И какую сферу бы мы ни возьмем, в любой отрасли сейчас идет абсолютно дезрептив процесс, полная смена технологического пакета с огромными далеко идущими последствиями, в том числе и социальными. Ну вот приведу одну из таких наиболее заметных тем — это роботизация автотранспорта, которая автоматически, естественно, приводит к полной интернетизации автотранспорта. И, кстати говоря, уже был в этом году, если не ошибаюсь, взлом роботоуправляемого автомобиля, вернее, систем автомобиля потенциально роботоуправляемого. И это все задает все те вопросы, которые мы сейчас обсуждаем, о безопасности, взаимодействии и так далее. Так вот, роботизация автотранспорта только в Штатах приводит к высвобождению 5-6 миллионов людей из сегмента дальнобойщиков, ну, трек-драйвер. А это самая высокооплачиваемая рабочая профессия в Штатах для людей без лиц высшего образования. Ну так, на минуточку. Но это не все трек-драйверы, это вся индустрия, которая вокруг них. Поэтому, когда мы сейчас говорим о вот этих дезраптив челлендж, которые полностью меняют ландшафт индустрии, то мы говорим о старте 10-20-летнего периода полной тотальной перестройки мировой экономики. Надо к этому ответственно относиться. Те страны, которые разовьют у себя соответствующие индустрии, делают рывок. Те страны, которые пытаются сохранить свои индустрии неприкосновенными, отбрасываются в прошлое. Мне очень понравилось, на прошлой неделе мы делали визит китайских инвесторов в Россию. Там был один из лидеров этой делегации, замгенерального директора КАСИК, это китайский Роскосмос, короче говоря, компания, отвечающая за их космос. И они говорят, что у них две ставки сейчас. Это спутники и промышленный интернет. То есть они понимают, что даже их космические компетенции – это лишь инфраструктура для китайской глобальной экспансии в области систем интернетизации материального мира, то есть промышленного интернета. Они справедливо говорят, мы делаем больше всего продуктов в этом мире, а если мы эти продукты сразу делаем гармонизированными друг с другом по протоколам, по связям и по коммуникациям, то мы захватим этот мир незаметно. Это довольно справедливая оценка. Поэтому нам надо абсолютно с ясными глазами, с открытым взглядом понимать, что в этой революции мы должны участвовать и бежать предельно быстро. К России, должен сказать, у инвестиционного сообщества мирового довольно большой интерес. Большой интерес именно благодаря признанным интернет, IT, математическим компетенциям. И поэтому здесь сейчас много инвесторов, компаний приезжают, спрашивают, интересуются. Вот мы тему промышленного интернета, интернетизации традиционных отраслей заявляем. У нас это одна из ключевых тем национально-технологической инициативы. Там сразу несколько рынков, которые трансформируются. Они прямо завязаны на обсуждаемый вопрос. Это и роботизация транспорта, там три транспортных нета, автомари и аэронеты. Это роботизация энергетики, это смарт-гриды прежде всего, то есть умные сети, это опять же интернет прежде всего. Это новая медицина, телемедицина и превентивная медицина. Медицина, основанная на анализе больших данных, собираемых по самым первичным показателям, дающие возможность прогнозировать развитие даже еще не болезни, а состояния. И вот эта вся история, это, конечно, так или иначе, big data, новые пространства связи и так далее. Так вот, последние несколько лет, в год, особенно последние, очень много иностранных инвесторов и компаний интересуются Россией в этой связи и заинтересованы в том числе создавать поисковые инструменты. Мы прямо сейчас обсуждаем несколько проектов, потенциально венчурных фондов с восточными, прежде всего, партнерами, но есть и западные, кому это интересно. То есть, эта площадка действительно актуальна, и мы под нее подтаскиваем наши основные инструменты. То есть, прежде всего, упомянутое спасибо за подачу Generation S. Это крупнейший конкурс-акселератор в Восточной Европе, не говоря о России. Это 2,5 тысячи стартапов в прошлом году. Я надеюсь, что в этом году выйдем на 3-3,5, может быть, даже 4 тысячи стартапов. Среди них огромное количество стартапов в области интернета и промышленного интернета. И мы абсолютно открыты для всех компаний-инвесторов для того, чтобы заходить в этот конкурс, находить себе там лучше. Мы, кстати говоря, партнеримся с Ростелеком в том числе и с другими компаниями именно в части профессиональной экспертизы. То есть, раннего поиска и трендов, и компаний, и продуктов, которые можно в этой системе выловить. Но мы сейчас еще активно работаем в том числе с университетским сообществом, формируя на базе университетов проектные центры, площадки, технопарки, акселераторы, потенциально тоже венчурные фонды, которые позволят сделать университеты агрегаторами такого рода экосистемной активности. Вот, к примеру, совсем недавно мы подписали с Росэлектроникой такое соглашение с МИРА именно тоже с фокусом на вот эти сегменты. Поэтому мы стараемся сформировать широкий набор инструментов для того, чтобы тем инвесторам и компаниям, которые понимают, что мир необратимо меняется, было легко в это включаться. И я абсолютно уверен, что любая традиционная индустрия сейчас в течение 10 ближайших лет будет изменена практически полностью. Точно так же, как интернет-компании выкинули всех из топ-5 глобальных компаний, точно так же и в России, и в мире интернет-компании, компания связанная с интернетизацией и с информатизацией традиционных индустрий, вытеснят традиционных лидеров в очень ближайшее время. Я в этом безусловно уверен. И считаю, что просто надо не проморгать эту ставку. Об этом надо просто кричать, двигаться и очень активно действовать прямо сейчас. Мы, по крайней мере, это делаем. Спасибо. Сергей, экономика Рунета. Да. Да. Какая возможность? Ну, да, на самом деле с экономикой Рунета все хорошо. Слушая предыдущих спикеров, в голове возникали и исчезали одновременно вопросы, на которые они тут же отвечали, сами ставили, сами отвечали. Фактически все темы так или иначе уже обсудили, которые я планировал поднять, и поэтому я решил сконцентрироваться немножко на других темах, чем тех, к которым готовился. Но первая мысль пришла в голову, она заключалась в следующем. Год назад, когда вот с Ростелекома мы впервые провели большую конференцию, которая называлась «Индустриальный интернет вещей» в цифровом октябре, было достаточно боязно, странно и непонятно, что за новая такая, новый феномен, новый вид деятельности, почему наша ассоциация в это как-то включилась. Сегодня совершенно очевидно, что все правильно, потому что сам феномен никуда не уйдет, он будет только набирать обороты, а профессиональное сообщество нужно, конечно, активно втягивать, приводить к единому знаменателю, единой терминологии. Поэтому любые инициативы, любые конференции, ассоциации, любые игроки, которые на этой поляне выступают, это все польза. Саму поляну нужно осваивать, раскачивать, показывать, что мы, по крайней мере, понимаем, что в этом относительно наше будущее. Вот в каком масштабе это будущее наступит, в какой будет масштаб тех потрясений индустриальных, которые привлечет за собой приход интернета вещей, это действительно предмет полемики, но России никоим образом нельзя в этом процессе отставать. Мы очень часто говорим о том, что нужно заглядывать в завтра. Это, наверное, тот самый случай, когда нужно заглядывать в послезавтра. Для того, чтобы понимать, готовы ли мы организационно, что у нас с индустрией, готовы ли мы регуляторно, есть ли у нас кадры, есть ли понимание в компаниях, причем не в интернет-компаниях, а в первую очередь в традиционных отраслях промышленности, что необходимо спешить, для того, чтобы не быть откинутыми. Вот эти все вопросы правильно, что мы обсуждаем на профессиональной повестке. А второй, все-таки тот посыл, который Андрей мне дал, относительно экономик, очень хочется сравнить, правда, пока очень мало цифр по экономике интернета вещей, индустриального интернета вещей, но так или иначе, есть некие репертные рынки, которые очень красиво сравниваются. Вот я себе позволю это сделать. У нас есть традиционные исследования экономики Рунета, которые мы проводим каждый год, где мы измеряем, сколько денег генерирует чистая интернет-отрасль, без связи даже, на какие отрасли мы влияем, сколько у нас сотрудников самозанятых и занятых в компаниях, по какому сценарию мы движемся, как сказывается кризис на интернет-отрасле. И я позволил себе сделать это еще на Ципре, который проходил совместно с Риф-Инополисом в июне этого года в Иннополисе. Позволил себе сравнить некие показатели развития нашего рынка, интернет-рынка суммарного, с рынком, к примеру, радиоэлектроники, который так или иначе косвенно, но все-таки связан с темпами развития интернета вещей. Вот, к примеру, у нас порядка полутора триллионов рублей чистые интернет-рынки, и они влияют примерно на 16% оффлайновой экономики, 16% ВВП. При этом темпы роста составляют 10-15% в год. Что с рынком радиоэлектроники? По итогам 2015 года он составил 3 триллиона рублей практически, и темпы роста 28%. То есть мы видим, что он почти в два раза и по абсолютным, и по относительным показателям развивается лучше. При этом на развитие электронной и радиоэлектронной промышленности по различным госпрограммам до 2025 года в рамках господдержки будет выделено порядка 124 миллиардов рублей. Вот, и здесь возникает, ну, как бы такой главный, основной вопрос. Я все время люблю говорить, что интернет-сервисы, интернет-сегмент российский всегда был импортозамещенным, во все годы его существования, он вообще развивался сам. Все, что помогало государству в период 2000-х годов, это инфраструктура, это каналы связи, и дальше режим максимального невмешательства в регуляторном плане, в охранительном-забредительном плане, в развитие нашего сегмента интернета. В результате мы получили там главный поисковик, почтовую службу, две социальные сети, мессенджеры, гипермаркеты электронной коммерции, собственную картографию и так далее. Все эти сегменты народились сами собой и составили вот ту самую интернет-экономику, которой мы сегодня гордимся, и уже даже говорим о термине интернет-плюс, то есть то, с чем мы связаны, на что мы влияем, что от нас зависит. При этом мы отмечаем, что, конечно, интернет стал таким большим, что не могло быть иначе. Например, с 2014 года включилась парадигма регулирования отдельных сегментов и рынка в целом. Абсолютно нормальный процесс. Единственное, мы говорим все чаще о том, что он должен быть стимулирующим, а не только охранительно-запретительным. Но в любом случае мы видим то, что на уровне, к примеру, радиоэлектроники, радиопромышленности есть мощная поддержка государства. На уровне интернета на сегодняшний момент есть институты развития, но вот цельных программ финансирования определенных отраслей интернета нет. Он сам стал таким. Что будет дальше? Какой будет следующий шаг? Совершенно очевидно, что Россия, наверное, не в лидерах того, что называется интернет-вещей и индустрии 4.0. Мы понимаем, что здесь нам нужно догонять. И вот мне кажется, что очень важным ответом на вопрос, как, может быть, догонять, может быть, сделать шаг в послезавтра, должен обсуждаться в том числе на таких форумах. То есть это частное государственное партнерство или какой-то режим максимально благоприятный тем компаниям, которые занимаются этим сегментом. Или, может быть, подсматривание того, что происходит на Западе, на Востоке, и максимально быстрая имплементация в российских национальных лидерах, как мы обсуждали на Питерском экономическом форуме, как раз с РВК, в тех компаниях, где есть ген НТИ, 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 может быть, как раз-таки им давать дополнительный импульс к развитию и тем самым толкать эту отрасль вперед. Но сегодня совершенно очевидно, что так или иначе термин «интернет» останется в названии, но, скорее всего, модифицируется полностью. То есть интернет вещей придет на смену модному нынче интернету со всеми нашими социальными сетями, бигдатами, поисками. В общем, все то, что будоражило умы с 2000 года, где было очень модно и перспективно работать. Немножко такая смена парадигмы, смена эпох. Немножко, наверное, печально, что это будет происходить, но главная наша задача из этой цепочки никак не выскользнуть. То есть, во-первых, интернет должен остаться законодателем технологий, стандартов, примеров регуляторики и дать свои накопленные знания и методики тем, кто будет развивать интернет, вещей и промышленный интернет. С другой стороны, очень важно подсматривать и не отставать от мировых лидеров. Опыт мировой говорит о том, что к 2020 году, к примеру, есть такая оценка, очень сильно разнятся данные, ну, примерно, да, будет порядка 50 миллиардов устройств, которые все будут маленькие, дешевые, меньше 10 долларов будет стоить каждая, все они будут подключены в интернет. Это вот уже то будущее, которое будет совсем скоро. А в российском сегменте интернета сегодня 80 миллионов человек, то есть 50 миллиардов во всем мире, 80 миллионов, вот сопоставимые такие цифры, которые, наверное, поражают сознание, действительно приходит эра новых стандартов, протоколов и взаимодействий тех самых гаджетов, датчиков, которые в ближайшем будущем придут. Ну, еще есть некие международные показатели, которые говорят о том, что Германия, там, как законодатель, вообще этого термина, придумщик этого термина, индустрии 4.0, сначала у них, я так понимаю, были прогнозы относительно кадровой некой лихорадки, которая может возникнуть благодаря приходу интернета, вещей индустриального интернета. Потом они изменили свои прогнозы, сказали, что наоборот будет после внедрения повсеместного индустриального интернета вещей рост, там, примерно 10% прибавка рабочих мест. Но при этом они говорят, что внедрение индустрии 4.0 в промышленность, в оффлайновой экономике приведет к росту на 1% ВВП ежегодно. Вот, на самом деле, их парадигма той самой хай-тек-революции, в которой и появился термин индустрии 4.0, оперирует совершенно экономическими показателями, которые говорят, что и кадры будут более востребованы, просто они перейдут в другие области, и экономика будет расти больше. Ну и, соответственно, в этой связи, конечно, нам, мне кажется, в том числе основная задача такого форума, это обсудить, ну, наверное, сценарии ближайшего развития, понять, где есть национальные лидеры, с какими компаниями нам по пути, кто из компаний уже построил инфраструктуру для того, чтобы внедрять новые феномены. Я там понимаю, что условно рассмотреть модели, как работает Apple, экосистема Apple, как работает Samsung. Мне кажется лично, что Samsung, конечно, ближе к тому, во-первых, к нам ближе, и территориально, и, наверное, ментально, и, во-вторых, у него построена вся, как мне кажется, линейка того, что может быть очень быстро в ближайшие годы замкнута в большую экосистему. Извините, очень долго им говорили, что это компания, которая там пылесосы и смартфоны производит. Да, теперь это оказывается большой плюс, потому что именно она может очень быстро включить в единую экосистему все, умный дом, умные гаджеты, устройства для промышленности, и это будет действительно большим прогрессом. Вот, наверное, с подобными игроками нам по пути, Россия, я имею в виду, и нам нужно искать какие-то, наверное, точки соприкосновения, пересечения для того, чтобы в это самое послезавтра войти правильно, уже с тем самым интернетом вещей, которые есть. Не упустить этот шанс. Шанс действительно для России есть, как мы знаем из опыта наших прошлых свершений, не знаю, космос, атомная энергетика, интернет, опять же, наш собственный. У нас все хорошо с мозгами. Вот, и с тем, чтобы их применить, здесь, наверное, национальные лидеры и государства должны подсказать схему этого правильного применения. И тогда все у нас будет хорошо, тогда у нас будет свой собственный интернет вещей. Спасибо огромное. Помимо всего прочего, вот, мне очень понравился акцент. Мы очень часто, когда мы говорим о наших, условно говоря, программах, связанных с интернетом, да, и с интернетом вещей, как-то так, ментально мы как бы ограничиваем себя нашим внутренним рынком, да. Мне кажется, это в корне неверно. Мы сразу должны думать о том, как мы пойдем на международные рынки. Вот, потому что у нас все в порядке, условно говоря, с этим. У нас есть хорошая, как бы, огромный совершенно экспортный потенциал с точки зрения высокотехнологической продукции, в том числе софта. Поэтому, мне кажется, что вот этот тезис о международной экспансии за счет, условно говоря, правильных альянсов, условно говоря, которые вы упоминали, мне кажется, что он сейчас очень важен. Поэтому мне бы хотелось вот так задать пару вопросов именно в этом сегменте. Я с вашего разрешения тогда начну с Евгения, потому что, Евгений, уж кто, как не вы, хорошо работаете на международной арене. предположим, что, скажем так, мы накопили значительный потенциал здесь, он у нас есть, мы его осознали. Я приведу, на самом деле, пример, с которым, ну, лично знаком. Мы очень много работаем в рамках программы SafeNet, и, казалось бы, вот та область, которая традиционно рассматривается как, ну, как это самое, защита, это информационная безопасность, кибербезопасность, оказалась нашей сильной стороной, которая позволяет нам двигаться вовне, на экспорт. Вот, у всех, на слуху, лаборатория Касперского, менее на слуху, условно говоря, другие игроки рынка, да, в частности, Infotex, которые прекрасно работают на международных рынках. Вот программа SafeNet, руководитель которой, Валентин Макаров с нами здесь, посвящена тому, чтобы сделать этот успех серийный, да, и оседлав вот эту волну интернета вещей, выйти на международные рынки. Компания РВК является, ну, собственно говоря, одним из двух спонсоров, кураторов национально-технологической инициативы. SafeNet один из, на самом деле, очень динамичных и мощных развивающихся треков. Каков потенциал, Евгений? Ну, потенциал огромный. И я, насколько знаю, коллеги сегодня, вот, Валентин Макаров и Андрей Безруков представляют этот проект, да, или обсуждают его, по крайней мере, на одной из следующих круглосстолов, так что я приглашаю всех послушать их. И несомненно, это одна из тех сфер, в которых у России есть потенциал глобальной экспансии, прежде всего потому, что, скажем так, глобальная репутация России в области безопасности, она очень высокая. К ней, может быть, и относятся с недоверием, но уж профессионализм у российских хакеров, там, или, наоборот, компаний в области безопасности, никто сомнением не подвергает. Я абсолютно убежден, что любой рынок, который мы сегодня обсуждаем, надо смотреть глобально, потому что российская экономика в целом, в среднем, по всем рынкам, это 1,5. Когда ты работаешь против плеча в 50, то у тебя очень маленькие шансы и технологически развиваться, и сохранить уникальность своего продукта, и защитить его против любого конкурента, у которого совершенно другой масштаб, для которого Россия это лишь маленький рынок, на который можно бросить немного денег, чтобы его захватить. И, конечно, можно строить барьеры для того, чтобы не допускать какую-то продукцию, но это может привести в том числе и к стагнации, поэтому этим инструментом надо пользоваться чрезвычайно осторожно. В мире есть примеры стран, где закрытость рынков для своих продуктов срабатывала, а есть примеры стран, где она полностью не срабатывала. И, в общем, так или иначе, это прямо связано с размером рынка. Китай может закрыть свой 18-процентный рынок для того, чтобы на нем вырастить глобального чемпиона, а нам свой 2-процентный рынок закрывать уже не так перспективно. Поэтому, на мой взгляд, абсолютно точно надо работать с теми рынками, которые готовы нас принять. Я могу совершенно уверенно сказать, что рынки БРИКС и рынки стран, динамично развивающихся, таких как Корея, очень заинтересованы в российских технологиях, стартапах, компаниях. Говорю это абсолютно ответственно, потому что за последние несколько дней мы встречались с делегацией из Индии, с делегацией из Китая, с делегацией из Кореи. Все абсолютно не просто открыты, а торопятся с предложениями. То есть от них исходят предложения по совместным фондам, по связи акселераторов. То есть от них идут предложения, не от нас. То есть это очень интересная тенденция. И все это означает, что действительно российский потенциал оценивается очень высоко. Знаете, в свое время была такая история, что такое отношение было к российской науке. зарубежные партнеры верят, что она очень великая, но не знают, где она находится. Вот сейчас идет двойная тенденция. С одной стороны больше информации, с другой стороны миф немножечко тускнеет. Вот очень важно, чтобы с нашей интернета средой не произошло то же самое. Надо одновременно ее очень сильно развивать, но одновременно ее больше открывать. И еще раз повторю, интерес огромный. Мы готовы полностью этот интерес поддержать и организационно, и ресурсно. И очень надеемся, что нам здесь удастся выстроить, потому что на волне глобальных изменений проще всего создавать глобальные компании. Я думаю, что нам в последнее время в рамках президентской компании в США сделали такой пиар с точки зрения наших киберперспектив, что им, в общем, можно только пользоваться. Здесь пространство совершенно огромное. Хотел бы международная перспектива исчерпывается не только, условно говоря, нашей готовностью к экспорту ориентированности, но и работой с международными институтами. Я хотел бы спросить на примере образования, Людмила Николаевна. У нас опять с вами был на эту тему в свое время разговор. Работа с международными институтами в этой области с целью выращивания совместимости, продвижения каких-то стандартов, ИТУ, и многие другие вещи. Каково место? К примеру, образование. На самом деле у нас работают достаточно хорошо проекты по международной интеграции наших вузов в глобальное образовательное пространство. результат определенный конечно есть. И наши вузы востребованы, и востребованы студенты в качестве учащихся в международных вузах. Это есть. Самое главное, чтобы это не превратилось в утечку одного мозга в другие глобальные системы. Соответственно, страна может пострадать, интеллектуально прежде всего пострадать. Это тоже нельзя допустить. Нужно действительно открывать наш рынок, в том числе для приглашения и создания комфортных условий для работы в нашей стране. И для этого, собственно говоря, мы провели ряд изменений в законодательстве, в частности в отношении IT-компаний, и разрешили в IT-компании в качестве сотрудников приглашать иностранных специалистов. До этого момента в миграционной политике ничего подобного не было, то есть было под запретом. Сейчас это, собственно говоря, работающий механизм, он принят, адаптирован и, соответственно, это создает такую конкуренцию в том числе и нашим специалистам. Но в целом, в целом, я считаю, что что может быть недостаточно сделано в этом отношении, на мой взгляд, это я считаю, что нужно создавать упрощенные механизмы для регулирования рынка и представлять большей свободы выбора участникам образовательного процесса. Это механизм, который на национальном уровне вырабатывается, его нужно, собственно говоря, развивать и создавать действительно механизмы государственной поддержки для стартапов. Но для этого нужны некие такие административные, собственно говоря, ресурсы, некие координационные советы по развитию онлайн-образования, то есть там, где мы научимся говорить на одном языке. Ну и, конечно же, информационная поддержка потребителя, она тоже должна быть, в том числе и в отношении образовательных ресурсов, которые представляются в том числе и нашими университетами. Ну а в целом, в принципе, после выступления Сергея, я думаю, что я доживу наверное до того момента, когда мне придется все-таки открыть Конституцию Российской Федерации и ввести в нее поправку. Фундаментальное право каждого на интернет. Борис, я вот, несмотря на то, что Ростелеком является самым крупным поставщиком информационных услуг именно в рамках страны, я знаю то, что ваши коллеги очень активным образом работают в комитетах того же самого международного комитета ИТУ. И по интернету еще, и по кибербезопасности самым активным образом. Так что вы в этом отношении очень сильно оцениваете международное сотрудничество и важность международных стандартов и прочее. Можете прокомментировать? Ну, я коротко прокомментирую, действительно, тут просить, наверное, мы большая компания, если так посмотреть на нашу выручку и выручку зарубежных компаний, мы очень маленькая компания на самом деле, вообще-то. И когда мы работаем на площадках типа ИТУ, вот то, что вы упоминали там, и других, конечно же, ну, если интересно, давайте я расскажу, что происходит в комитете по интернету вещей, который в ИТУ, исследуется комиссия 20. Да, очень интересно. Ну, у нас там вице-председатель Российской Федерации, председатель там комиссии, по-моему, из Арабских Эмиратов, вот. Ну, то, что, я сам туда не езжу, просто не успеваю, да, у нас сотрудники туда катаются, да, рассказ все время приблизительно один и тот же, значит, что, так сказать, есть англосаксы, а есть все остальные, да, вот, ну, и, собственно, вклады, которые делают стороны, ну, вот, что касается интернет-вещей, вообще, так сказать, со стороны американцев и Содружества, да, так сказать, с их стороны, там вкладов особо немного, но много очень такой критики, ну, не всегда конструктивной, скажем так, мягко выражаясь, они просто пытаются, так сказать, блокировать, поначалу точно пытались первое время блокировать работу просто группы, вот, но все остальные вклады, которые делают, наша страна там несколько вкладов сделала, в том числе по интеллектуальной транспортной системе, еще по системе идентификации объектов, так называемая, ну, они проходят просто при поддержке других стран, то есть там, ну, как, может, у меня немножко искаженное представление, да, но тем не менее, в целом, там границы проходят четко, там такой, ну, то, что фронт кибервойны, конечно, громко сказано, но в целом, там противоборство происходит, прям, на постоянной основе, то есть нужно вкладывать в это силы, силы и силы, но многие вещи удается просто протащить, потому что начинаем блокироваться с другими странами, типа Арабских Эмиратов и Китая, ну, они оказываются в поддержку. Ну, это вот такой короткий комментарий. Я так понимаю, что тема цифрового суверенитета актуальна не только нам, да, Илья Иисович? Нет, актуальна, там, она не касается отдельно интернет вещей, мне кажется, но вот задача стандартизации, там, этого взаимодействия, я вижу в том, чтобы у нас не появилось, вот у нас сейчас Институт развития интернета проводит, анализ госмессенджеров, мессенджеров, вот там Герман Сергеевич мне сказал с утра, там, что-то 35 уже мессенджеров, которые они анализируют. Ну, представляете, это, значит, чтобы нормально взаимодействовать человеку, надо поставить 35 приложений, вот, ну, на какой-то гаджет, и вот там, с этим общаться так, с этим так, это мессенджеры, они вошли в нашу жизнь, там, многие им пользуются, теперь возьмем интернет вещей, вот, если будет у нас, там, не знаю, вещей намного больше, чем мессенджеров, вот, и если будет каждый там, пылесос общаться там, со своей микроволновкой, то мы просто, ну, там, во-первых, опять же попадем в зависимость от производителей этого оборудования, потому что нету стандарта общения, так мы попадаем, ну, я вам приводил пример, как попадаем, да, а, во-вторых, это будет там достаточно неэффективно, потому что все преимущество интернет вещей в том, что свободное взаимодействие разных устройств, вот, поэтому, ну, конечно, понятно, почему идет противостояние какое-то, потому что есть индустриально развитые страны, которые диктуют за счет своих производителей какие-то свои отраслевые стандарты, они, кстати, не отраслевые, а именно такие, производственные, там, там, объединяются, там, не знаю, несколько компаний крупных, там, это могут быть, там, производители, могут быть интернет-компании, и, значит, говорят, что теперь мы, вот, придумали, как взаимодействовать, там, циски с IBM, вот, и все, и все к нам подсоединяйтесь, понятно, что это не международный, получается, такой консорциум, да, а получается, что, ну, какие-то производители диктуют взаимодействие, вот этого хотелось бы не допускать, да, ну, и по суверенитету, все-таки я считаю, что, там, те данные, которые собираются с этих устройств, они, ну, сейчас термин «большие данные» уже вошел, они достаточно такие, ну, критичны для, и для страны, и для общества, которые живут там, это могут касаться медицинские, не знаю, метеоданные, там, промышленные данные, данные по хождению людей, там, по транспорту и так далее. Их надо, конечно, приземлять внутри страны, тем более у нас, ну, действительно, опыт там, не хакерский даже, а именно позитивного такого программирования, он достаточно востребован. И вот при перемене, при смене парадигмы использования информационной техники есть возможность отбросить там то отставание, которое у нас было там в каком-то компьютерной области и попытаться вскочить вот в этот новый вагон, ну, не то, что вскочить, а встать просто одним из вагонов в этот поезд. Вот я сказал несколько ранее по поводу безопасности. Наверное, все-таки именно безопасность является, наверное, основой суверенитета и демократии. Если мы уже, условно говоря, по нарастающей используем свой потенциал интеллектуальный, научный в области безопасности и отправляем это на экспорт, то, в принципе, мы можем отправить на экспорт всю цифровую независимость. То есть в этом отношении мы представляем достаточно серьезную альтернативу. Да, и вот то, что говорит Борис только что, то, что альянс, условно говоря, с теми странами, которые тоже это остро ощущают, и в том числе в международных органах типа ИТУ, наверное, является крайне важным и предоставляет для нас значительную возможность именно на будущее. Ну, Андрей, тут важно отправлять на экспорт не программистов, а готовый продукт. Нет, готовый продукт только, да. Потому что у нас там любят представлять индустрию как сборище программистов. Мне кажется, что индустрия, она селена готовыми продуктами. Вот именно их надо отправлять на экспорт. Но фактически у нас, получается, были упомянуты две такие очень важные программы, которые друг друга взаимодополняют. С точки зрения именно российского пути развития у нас интернет-овещей, это интернет-плюс, который очень четко сегментирует тему. А с другой стороны есть программа выращивания нашего экспорта, национальная технологическая инициатива, которую упоминал Евгений. Наверное, эти вещи должны, это в принципе на самом деле две грани одного целого. Под названием нашего, условно говоря, то самое импортозамещение, как бы мы это ни называли, а фактически формирование цепочки добавленной стоимости на территории страны, включая, условно говоря, нашу интеллектуальную собственность и многое-многое другое. Евгений, как вы видите вот это продвижение, капитализацию, монетизацию и капитализацию наших интеллектуальных активов в дальнейшем? Ну, как справедливо сказано, вопрос в постоянном повышении уровня передела, то есть торговать не сырьем, торговать продуктом. В приложении к интернет-экономике это торговать не программистами и даже не только продуктами, это тоже особенно не компонентами, то есть не часть решения, а торговать уже компаниями, интегрированными продуктами, ну и вершина пищевой цепочки в современной экономике это платформы. То есть создавать платформы и торговать платформами. Надо сказать, что это, конечно, вызов, как говорится, очень амбициозный для нас, у нас такого опыта просто не так много, то есть вот таких вот глобальных продуктов и платформ, ну просто по пальцам одной руки, меня как раз очень радует тот же Касперский, который движется ровно в эту сторону, создание фактически такой платформы. Сейчас есть несколько таких мегазадач. Вот, например, в рамках НТИ такая задача стоит, это фактически единая платформа, единая операционная система, как угодно, для робототранспорта, потому что это достаточно понятные типы объектов, их достаточно качественно можно оптимизировать за счет именно повышения качества и унификации этой платформенной системы, потом при наличии таких платформ масса индивидуальных разработчиков сможет это гибко оптимизировать. Естественно, эта система должна быть очень безопасна, она должна быть защищена от проникновения, от угроз, то есть это тянет за собой всю индустрию. Такого рода вытягивающих историй на самом деле можно найти много. Конечно, краеугольной историей сейчас является все, что связано с применением машин-лорнинг, ну вообще новой версии искусственно-машинного интеллекта, потому что здесь просто произошла фундаментальная революция и очень радует, что как раз российские компании, ну по крайней мере если не в лидерах, то держатся. Вот, например, у нас сразу несколько компаний и Vision Lab и Vaccord показали лидерские результаты по тестам, по распознаванию лиц и так далее. Это тоже все система безопасности и система, я бы так сказал, шире интеграции человека и машинных систем, то есть человекомашинные среды, умные города, умный транспорт и так далее. Это все вот так или иначе на распознавание завяжено. Поэтому вот в создании интеллектуальных платформ, искусственного интеллекта здесь тоже, конечно, надо очень сильно побороться. Это тоже есть частично в НТИ, там есть соответствующее технологическое направление. Мы тоже очень рассчитываем это поддерживать и это то, в чем российские технологии могут сыграть. Вполне возможно, что в создании вот этих вот интегрированных конечных продуктов, в создании платформ нам нужны какие-то глобальные партнеры. Скорее всего, это будут партнеры восточные, потому что у них решен вопрос интеграции с промышленным сегментом, но у них как раз-таки по их же словам есть дефицит компетенций творческих и интеллектуальных. И этот альянс, он взаимовыгоден. И за этим альянсом стоит, ну там, как минимум, половина, ну там, может быть, пока там треть мирового рынка, а в перспективе половина мирового рынка. И это, конечно, очень серьезная история, в ней надо работать. Кстати говоря, действительно, наблюдал это во многих восточных центрах, им очень востребована специфическая российская креативность в виде разработчиков и команд. Они научились вытаскивать людей, и они сейчас учатся вытаскивать продукты и коллаборировать. Вот нельзя сказать, чтобы они это уже наладили. Поэтому с нашей стороны этот туннель надо копать очень активно, надо налаживать инфраструктуру, чтобы разработчики, работая здесь, в комфортной среде, получали при этом отдачу и выгоду и защищенность интеллектуальной собственности и их интересов при работе с восточными партнерами. Это непростая задача, но над этим надо очень интенсивно работать, и к большой радости опять же восточные партнеры это понимают и готовы как-то в это, ну, как сказать, думать навстречу. Вот это вот, на самом деле, очень позитивный тенден. Про сотрудничество, скажем, с нашими традиционными глобальными партнерами, такими как Европа и Америка, я думаю, что, конечно же, никто это с повестки дня не снимает, но надо понимать, что, конечно, они все-таки работают по модели пылесоса в большей степени. То есть их в большей степени интересует, чем раньше, тем быстрее человек переедет в Силиконовую долину, тем полезнее для американской экономики. Они делают максимум для этого усилий, визы, поддержки, программы, финансирование, это тоже надо понимать. И программа какой-то более сложной интеграции, чтобы сюда возвращались деньги, здесь создавать ранди-центры, это в западном векторе делается тяжело, сразу скажу. Поэтому вот здесь надо играть на этих противоречиях между двумя глобальными центрами силы, между двумя глобальными потенциальными лидерами, и, играя на этом противоречии, выстраивать свой интерес. Ну а наш интерес, опять же, то, о чем мы говорим, перерасти вверх по вот этой цепочке сложности, цепочке стоимости. Я, кстати, уверен, что российские компании, крупные, в том числе государственные, в том числе работающие на крупных традиционных рынках, имеют, как ни парадоксально, очень неплохие шансы. Особенно те, кто научился выходить на экспорт. Потому что, в конце концов, для интегрированных комплексных решений нужен тяжелый системный игрок, с которым на равных может взаимодействовать такой же тяжелый системный игрок за рубежом. Поэтому мы, вот РВК, делаем очень много по модернизации системы инноваций и технологического развития крупных компаний. Есть так называемые программы инновационного развития. Мы в рамках работы правительства в это погружены, работаем по совершенствованию, их взаимодействию и так далее. Пока это все очень далеко от, скажем так, эффективного какого-то способа модернизации, но постепенно задача создавать в крупных компаниях модернизационные истории, она выходит на нас. Я вот тоже не готов сейчас называть конкретные компании, но даже из оборонного сектора начинают на нас выходить. В оборонном секторе вообще фантастическая история. Им же надо до 2025 года, если не ошибаюсь, 70% гражданской продукции производить. Получив эти 20 триллионов, им надо конверсию сделать. У них очень конкретно интересно учиться делать что-то гражданское. Поэтому вот я прямо сейчас уже в этом году вижу довольно много военных компаний, кто начинает выходить с интересом, что у вас есть такое вот нам актуальное, гражданское, потенциально интересное. И, конечно, с репутацией военно-технического комплекса и с продажами военно-технических устройств, которые тоже, конечно, будут роботизироваться, тоже будут интернетизироваться. Вот мы про гражданский интернет проговорили, а про интернет военных роботов еще не говорим, а это рынок колоссальный. Я думаю, он первый выйдет на триллионный рубеж. Вот это, конечно, все те драйверы, которые могут нас вытащить. Я хотел бы попросить уважаемых участников дискуссии сделать некое напутствие в сторону участников форума. Нет, конечно, для меня сам смысл дискуссии всегда состоит в том, чтобы выработать конкретные позиции и договориться о терминах. Как говорил Рене Декарт, половина решения проблем зависит от того, насколько мы договорились о понятиях, которые оперировать будем вместе с вами. Поэтому в данном случае мы открыты, чтобы мы понимали, как движется наше законодательство. Законодатель понимал, как движется рынок, и помогал ему, а не ограничивал. Вот это достаточно важно. Ну, напутствие какое? У меня будет секция интернет-суверенитет. Вы там приходите и смело задавать можно будет вопрос в режиме микрофонном и без микрофона. А напутствие какое? Ну, в общем, это новое направление. Его надо, ну, во-первых, традиционным компаниям IT-сектора, интернет-сектора не делать вид, что его не существует. Смотреть на это как бы с точки зрения применимости либо сегодняшних продуктов, либо модификации их в этой области. Ну, и, конечно, надо смотреть, все-таки я считаю, что надо смотреть внутрь рынка. Безусловно, конечно, с потенциалом на БРИКС и западные рынки, но смотреть на применение вот этих новых технологий внутри экономики России, потому что они дают эффект по производительности труда, по модернизации промышленности, там, сельского хозяйства, отраслей обслуживания, там, таких, как медицина, образование. Вот такое напутствие. Поддержу Юрия Исича. У нас тоже будет секция. Приходите к нам. Вот. Насчет напутствие. Не знаю, мне кажется, что, знаете-ка, путь в длину в тысячу шагов начинается с одного единственного шага. Ну, это известное высказывание, да? Ну, собственно, первые шаги уже сделаны. Надо просто двигаться дальше и не забывать, что наше стремление провести много активности по внедрению чего-то, по созданию чего-то, много сил сейчас и желания заниматься интернетом вещей. Это все здорово, но вся эта совокупность активности должна быть направлена в какое-то стратегическое русло, поэтому забывайте там, что в конечном счете мы хотим получить, какие переделы, вот, очень важно было сказать, какие платформы мы хотим вынести, в том числе на экспорт. Надо не забывать, ради чего мы все это создаем. А так, всем успехов, я думаю, что все будет продолжаться замечательно в интернете вещей у нас. Евгений? Я думаю, что главное, что необходимо для развития любой индустрии, а это особенно в России, это широкая, широкая интенсивная коллаборация, то есть взаимодействие всех игроков рынка между собой и работа по совместным крупным интеграционным проектам. Вот, как показывает мировой, скажем так, опыт, компании в одиночку эту проблему не решают. Везде возникают коллаборации, в том числе даже между, казалось бы, компаниями-конкурентами, ну, в определенных областях. В России есть такая традиция все делать под себя и часто, так скажем, брендировать свой собственный продукт, хотя рядом кто-то разрабатывает другой, вот, ровно на это наткнулись, когда занялись смарт-гридами, выяснилось, что все компании занимаются своей версией смарт-гридов, естественно, никакого смарт-грида при этом не появится, потому что это единая система, изначально, которую можно разрабатывать только в единой интеграции. Поэтому призыв ко всем очень интенсивно взаимодействовать, создавать какие-то единые площадки, и мы в этом готовы тоже помогать, площадка НТИ тоже для всех открыта. Спасибо. Спасибо большое. Сергей? Ну, следуя общей моде, тоже скажу, что у нас будет секция, по-моему, в 14.00, называется «Индустрия 4.0», проведет ее наш главный аналитик Карен Казарян. Приходите, там пообщаемся еще дополнительно, ну, а если про конкретное пожелание на пусте призыв участникам данного форума, а не отрасли в целом, то смотрите, вот сейчас в президиуме сидят те, кто, к примеру, в ИРе отвечают сразу за два направления, да, IT-суверенитет, интернет плюс город, тот, кто в РВК отвечает за НТИ, ну, в том числе, представитель национального лидера Ростелекома, который в это дело на международном уровне уже внедрился и на локальном рынке тоже хорошо себя чувствует. Я думаю, что вот именно доступом к этим людям нужно воспользоваться сегодня участникам, но с совершенно конкретными идеями и предложениями. По линии ИРи это могут быть предложения в дорожные карты, которые готовятся, ну, так или иначе, может, даже если они уже подготовлены, мы всегда смотрим на год вперед, можно делать некие апдейты. По линиям остальным, ну, сориентируйтесь сами. То есть, наверное, главное на пусте максимально эффективно использовать тот диалог, доступ к телу, который возможен здесь на этом форуме и не игнорировать, наверное, возможность использования других мероприятий. ИРи проводит форум по теме интернет плюс город 6 октября, по-моему, здесь же в Ре-Новостях. Мы на Russian Interactive Week 2 ноября проводим форум интернет вещей в умном городе, там будет выставка еще большая по этой теме Smart Buildings. Ну, и, в общем, качать эту лодку для того, чтобы все мы плыли в правильном направлении, которое мы для себя наметили здесь на пленарке. Это завоевание этого сегмента, удержание лидерства, как мы это умеем в интернете делать, и мощное сотрудничество с государством, потому что видно, что по этому направлению сама отрасль без государства видимо никак. С вашего разрешения я на правах модератора подведу некий такой краткий итог, насколько я это увидел, что мне бросилось в глаза. В первую очередь, интернет вещей и цифровую экономику как явление мы все осознаем, мы понимаем потенциал, мы все готовы в это играть, мы уже там. есть огромная экосистема, которая в этом направлении работает, которая понимает экономический эффект, существует большой интерес, исписано много дорожных карт, думаю, что еще больше будет сделано, и это все идет на пользу. Это очень важно для нас. Второй момент, это то, что на нашем рынке в большей степени это самое, на мой взгляд, то, что я вижу, продвинутая программа, которая правильно сегментирует это усилие, это интернет плюс, безусловно, и она ставит, она делает очень правильный баланс между сегментацией и лидерством, потому что, с одной стороны, это нарезано на абсолютно понятные индустриальные сегменты, в которые могут играть индустриальные игроки, и они консолидируются правильным образом. С другой стороны, есть правильно назначенное лидерство, которое позволяет это довести до результата. Я думаю, то, что вопрос возникновения таких ключевых показателей, там, таргетов и многого другого, это вопрос времени. Где-то они есть, где-то меньше, условно говоря, Герман Сергеевич сказал, что есть индустрии, в которых это все понятно, а есть, в которых ничего не понятно, но станет понятно обязательно. Это вопрос времени и наших усилий. И третий вывод из сегодняшней дискуссии, это то, что мы однозначно чувствуем для себя важность занять лидирующую международную позицию, не ограничиваться в этом смысле нашим внутренним рынком. Мы должны ориентироваться, существуют программы, опять же, государственной поддержки в этом отношении, это в данном случае национально-технологическая инициатива. И если мы будем вместе над этим работать, мы, безусловно, преуспеем, и не только в области информационной безопасности, в которой мы традиционно очень сильны, но и многие. Именно поэтому мы структурировали наш форум по четырём ключевым направлениям. Это, в первую очередь, промышленный интернет, который, я тут добавлю некоторую логистику, который останется здесь. Это цифровой суверенитет, который будет в президентском зале, умные города и кибербезопасность. Кибербезопасность в стеклянном зале, умные города в малом зале. В рамках этих треков пройдут несколько секций до обеда, после обеда, к которым мы, собственно говоря, вам приглашаем. Многие из вас уже, по большому счёту, отметили, где вы будете участвовать. Все секции, без исключения, имеют диалоговый формат. Соответственно, мы пригласили ведущих индустриальных экспертов для того, чтобы они представили своё мнение по данному вопросу, ведущих модераторов из индустрии, но в любом случае это открытая дискуссия, к которой мы вас приглашаем. Большое спасибо, что вы пришли и желаем нам всем успешного форума. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры Алексею Дубровскому!